Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Огнеопасно. Как в Барнауле проверяют дома с газовым оборудованием? А он вылетел вместе с перью и все засыпало. Прошлогодний чек. Почему в Бийске временно отменили повышение стоимости питания в школьных столовых? Живая природа Алтая. Как побывать в заповедной зоне, не выезжая из Барнаула? В Кислушинском заказнике обитает такая редкая хищная птица, змеи, яд. Но пока тоже не знаем где. В России снова прогремел взрыв бытового газа в жилом доме. В Ростовской области один человек погиб, шестеро могут находиться под завалами. Это уже второе за две недели подобное ЧП. Жертвами первого в Магнитогорске стали 39 человек. Вопрос обращения с топливом вновь становится актуальным. В краевой столице об опасности газа помнят с нулевых годов, когда взрыв в квартире остановил жизнь целой пятиэтажки. Анастасия Дороган продолжит. Вечером 10 октября 2000 года в многоэтажке по улице Новороссийская, 9, прогремел взрыв. Утечка газа обернулась обрушением перегородок четвертого и пятого этажей. Следы ЧП спустя 18 лет видны и сейчас. Разница в цвете кирпичей. Три этажа серого – то, что отстроили заново. Неровный шов, недоаккуратности было. Взрыв уничтожил шесть квартир и пошатнул весь дом. Тогда сотни человек расселили в гостинице, а многоэтажку одели в корсет. Стены держат вот эти железные балки. Валентина Баранова жила через стенку от взорвавшихся квартир. Ее мужа не придавила чудом. Соседи оплакивали вместе. Руки усвоили не все. Новое поколение жильцов в доме, жалуется женщина, игнорирует газовую проверку. А в соседней многоэтажке принюхивается каждый. К ответственному отношению весь подъезд приучает Елена. Племянница газовщика с детства знала цену недосмотра. У нас в подъезде кран такой есть. И он, ну как мне показалось, мимо него проходишь, пахнет газом. Мне сказали открыть двери подъездные, не впускать никого. Открыть все окна. Подъехала аварийка. Он с газоанализатором. Подходили к каждой двери. Там пахнет, не пахнет. ЧП предотвратили, починив кран в подъезде. Но по статистике, чаще причина взрывов в квартирах – незакрытые вентили и халатное отношение к проверкам. Люди либо не пускают, например, в квартиры, либо, когда к нему уже попадают, там гигантские нарушения. Но факт в том, что помимо найденных нарушений, еще же их надо исправить. И люди в силу, допустим, экономических особенностей или своего маргинального образа жизни не проводят работы по замене плиты или замене клапанов. Сейчас за состоянием оборудования в домах с природным газом в Барнауле следит «Газпром». Проверку должны проводить раз в год. Если специалистов не пускают, вопрос решают кардинально. «Составляем акт о недопуске. Этот акт, копию этого акта, мы отправляем в жилищную инспекцию. И уже ждем от них предписания. А потом уже идет процедура отключения». Между тем, сейчас проверка газового оборудования жильцами – вопрос их совести. Принудить их не может никто. И хотя в Кодексе об административных правонарушениях существуют штрафы за отказы в допуске специалистов и ремонте оборудования, величина их символична – до 2000 рублей. Анастасия Дорога, Николай Шелком. Наши новости. А вот управляющие компании обязаны заключать договоры технического обслуживания и проходить его. В противном случае организациям грозит штраф. Но, похоже, бийских коммунальщиков это не пугает. Десятки многоэтажных домов в городе остаются без диагностики. На пороховой бочке живут тысячи человек. Хотелось бы, чтобы наша организация, управляющие компании, все-таки ответственно подошли к решению этого вопроса. Потому что ситуация на сегодняшний день стоит очень остро. И это безопасность жителей многоквартирных домов. Отвечать будут за случай из чего-то внести ответственность полностью, что уголовно, что административно, руководители предприятий. Накануне выяснилось, что восемь управляющих организаций Бийска заключили договоры технического обслуживания с газовщиками, но не оплатили их. А одна управляющая компания и вовсе проигнорировала процедуру, что противозаконно. В ходе городского совещания речь шла о нарушениях и в управляющих компаниях, и в ТСЖ. Власти намерены направить соответствующие бумаги в жилищную инспекцию. А сейчас в городе проходит массовая проверка деятельности таких организаций и состояние газового оборудования в жилых домах. За новогодние праздники в Алтайском крае в пожарах погибли 17 человек. Такие цифры сегодня привел на встречу с ведущими СМИ региона заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко. Он также рассказал, что не обошлось без происшествий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Всего в крае произошло 10 аварий и порывов на теплосетях. Главная причина – изношенность систем ЖКХ, пояснил вице-премьер. Он также отметил, что с начала года возросло количество пожаров. За две недели в огне погибли 17 человек. Главной причиной, как мы и прогнозировали, является праздничность, настроение и, к сожалению, очень безответственное поведение тех людей, которые становятся жертвами таких ситуаций. Игорь Степаненко также напомнил, что еще в прошлом году губернатор Виктор Томенко поручил взять на особый контроль работу по сокращению жертв на пожарах и водоемах. Обманутые работники кафе быстрого питания в Новоалтайске будут искать правды в суде. Такое решение люди приняли после того, как на их обращение пришли ответы из прокуратуры, Следственного комитета и Трудовой инспекции. Туда сотрудники обращались после того, как, отработав несколько месяцев, им не выплатили зарплату. Проблема в том, что люди поверили работодателю на слово. Трудовые отношения не были подкреплены договорами. Теперь индивидуальный предприниматель якобы отрицает, что нанимал работников. Кровой инспекции по труду посоветовал обратиться с иском в суд. Тем более, что в доказательство у них есть свидетельства очевидцев и видеокадры с рабочих мест. Когда нам пришли ответы, мы сами были в шоке. Но мы уже пошли к адвокату консультироваться. Он сказал, берите все эти отказные ответы и будем подавать заявление в суд. И будем уже решать, скорее всего, суд станет на нашу сторону, как пообещали. Потому что в таких случаях судья становится на нашу сторону. Напомним, заработанных денег не могут дождаться 6 человек. Им должны более 100 тысяч рублей. Это лишь те, кто заявил об этом. Возможно, не исключает инициативная группа пострадавших больше. Школьные обеды с нового года подорожали в Алтайском крае. Теперь в Барнауле стоимость стандартной порции со вторым хлебом и напитком будет стоить 60 рублей. Это на 10% больше, чем в предыдущем году. Рост цен связан с расходами комбината школьного питания на транспорт и продукты. А вот в Бийске цена обедов пока повышаться не будет. С 1 января стоимость должна была возрасти на 10 рублей или сразу на 26%. Но этот шаг вызвал шквал родительского возмущения и принятие решения пока отложили. Когда повысят цены в школьных столовах Бийска, решат на совещании в городском управлении образования через неделю. Между тем, жители края вновь получают сообщения в мессенджерах об угрозе, которую несут китайские мандарины, которые якобы заражены вирусом гриппа. Аудио и видео файлы гуляют по сети уже не первый год. В них жители региона просят воздерживаться от покупки фруктов и даже сообщается о 13 жителях края, якобы получивших отравление. К слову, подобные сообщения распространяются через соцсети в разных регионах страны. Федеральный Роспотребнадзор в очередной раз опровергает эту информацию. Ведомстве поясняют, что грипп передается воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, а не через продукты питания. Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности мандаринов, обращаться в территориальное управление Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации для принятия мер. А вот жительница Камня-на-Абе обнаружила в магазинном тесте карандаш, сообщают Каменские известия. Находку покупатель сняла на видео и выложила в социальную сеть. Женщина рассказала, что тесто купила в популярном магазине. Инородный предмет заметила не сразу, он находился глубоко внутри. Известно, что после публикации в СМИ сотрудники торговой сети предложили женщине удалить компрометирующее видео в обмен на компенсацию. Их работа беречь и защищать дикую природу. В минувшую субботу в России отмечали День заповедников и национальных парков. В Барнауле целый день в стенах Гмилика рассказывали о дикой природе, показывали фильмы, учили рисовать летучих мышей и приглашали на виртуальные экскурсии по заповедным уголкам Алтая. Мы рисуем вот так, потом вот так, а потом вот так. И у нас крыло расправляется. То есть вы можете нарисовать как со сложными крыльями, так и с расправленными. Олеся Юшкова художник-анималист показывает детям, как, зная основу анатомии, правильно нарисовать летучую мышь. Многие мышек не любят и даже боятся, но Олеся уверена, научившись ее рисовать, можно лучше понять и даже полюбить это животное. Больше 11 видов таких мышек обитают в пещерах Тигресского заповедника на юге края. Попасть туда обычному человеку крайне сложно. На помощь приходят медиатехнологии, о которых недавно любители природы и мечтать не могли. Эта технология панорамная, 360 градусов, позволяет перенестись на точку и осмотреться, как если бы мы находились в точке наблюдателя. Можно очень легко перескакивать на территорию. Например, мы были только что в Тигрекском заповеднике. Нажимаем кнопку и оказываемся в зимний период на территории Алтайского заповедника, например, на одной из его кордонов. Первый заповедник в России появился 101 год назад. Однако по-настоящему знакомить людей с первозданными красотами начали не так давно. Для Барнаула это и подавно первое большое заповедное мероприятие. Лекции, мастер-классы, выставка – все для того, чтобы образ Алтая заиграл новыми красками. Чтобы узнать ее красоты, пейзажи, познакомиться поближе, узнать для себя что-то новое, посмотреть все просторы. Алтай, он же многогранен. Между тем, многие заповедные уголки находятся гораздо ближе, чем кажется. Алексей Эбель объясняет. В крае больше 40 особых природных территорий, заказников, многие совсем рядом с Барнаулом. Где можно увидеть редкие и порой уникальные виды растений и птиц. В Кислухинском заказнике обитает такая редкая хищная птица – змеи, яд. Но пока тоже не знаем где. Там же у нас рядом с Барнаулом очень много орхидей. И у нас там есть одно место, мы в прошлом году тоже открыли, где на буквально 20 сотках у нас 11 видов орхидей растет. Не все краснокнижные, но тем не менее, как бы, обычного человека спроси, он будет удивлен, что вообще в Сибири есть орхидея. Возможность насладиться красотами родного края у жителей еще будет. Фотовыставка «Живая природа Алтая» продлится до начала февраля. Ирина Корчагина, Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости. В столице края начали строительство Крещенского городка. Главную купель традиционно оборудуют в Барнауле на речном вокзале. Сейчас здесь уже возводят снежную часовню, строят две бани и прорезают прорубь. К субботе также подготовят купель на озере Пионерское. На все мероприятия из городского бюджета выделено почти 700 тысяч рублей. В ночь на 19 января священнослужители осветят воду в храмах и водоемах, после чего все желающие смогут окунуться в купели. Считается, что вода в этот день исцеляет от болезни и приносит духовное очищение. Кстати, в этом году не будет привычного крещенского мороза. Синоптики сообщают, что в Барнауле столбики термометров опустятся всего до минус 14 градусов. В МЧС говорят, что на толщину льда это не повлияет. Его укрепили декабрьские морозы. Добавим, что на всех официальных купелях края будут дежурить медики, сотрудники полиции и спасатели. В прошлом году россияне чаще всего покупали стройматериалы, смартфоны и телевизоры, гласит статистика сервиса Яндекс.Маркет. Совсем немного уступила бытовая техника и автомобили. На фоне этого понятным выглядит интерес к крупным кредитам, который отметили в банках. Ремонт, смена авто и гаджеты – дорогостоящие покупки. Многие предпочитают совершать их с финансовой помощью банков. Клиент может приобрести сразу все необходимое. К тому же по крупным кредитам банки чаще предоставляют более выгодные условия. В подтверждение последних слов можно привести кредит от Банка Восточный с максимальной суммой до 30 миллионов рублей и ставкой от 9,9% годовых. И доступно это предложение практически всем. До 30 миллионов рублей банк предоставляет под залог недвижимости квартиры, загородного дома или даже коммерческих площадей. В 2018 году клиенты банка оформляли кредит не только для крупных покупок, но и даже для погашения уже имеющихся дорогих кредитов. Если в списке ваших желаний на этот год было стать миллионером, совершить массу покупок, сделать ремонт или слетать в отпуск, то поможет вам в этом любая недвижимость в собственности и приятные условия кредитования от Банка Восточный. Победный дуплет. Алтайбаскет в первых играх в 2019-м разгромил на домашнем паркете соперников из Ставропольского «Динамо». В обоих поединках, которые завершились в минувшие выходные, барнаульцы оказывались сильнее – 84-64 и 79-60. Эти две победы подряд стали первыми для команды Бориса Соколовского с начала сезона. До этого Алтайбаскет чередовал выигранные встречи с поражениями. Самыми результативными игроками в составе хозяев стали Василий Рыженко и Дмитрий Злобин. Сейчас белосиние расположились на 10-й строчке в турнирной таблице из 13-ти возможных. Впереди у барнаульцев также два домашних поединка. На этот раз в гости приедет аутсайдер Лиги Эльбрус из Черкесска, а после баскетовцев ждет целая серия выездных матчей. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. 15 января в крае ясно, а во многих районах по-настоящему тепло для зимы. В Славгороде и Зминогорске и Камни-на-Аби всего около 3 градусов мороза. В Бийске – минус 13, в Белокурихе – до 7 ниже 0. В Барнауле ясно, ветер юго-западный умеренный, ночью – минус 17, днем – около 15 градусов мороза. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. А у меня на этом все новости. До встречи. Продолжение следует...